МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Запрещают как сдачу крови, так и переливание крови. Как относится к таким вещам Русская Православная Церковь? Ну, она относится нормально, как обычный человек, положительно, потому что, ну, есть вещи, которые нужны для того, чтобы сохранить жизнь, есть вещи, которые необходимы для этого. И Церковь Православная не запрещает ни сдачу крови, ни переливание. И наоборот, она утверждает о том, что нет больше той любви, чем отдать душу свою за други свои, то есть пожертвовать чем-то своим ради кого-то другого. Поэтому, я думаю, здесь вот, ну, есть социальная концепция Русской Православной Церкви, где вот какие-то вопросы оговорены. Вот в ней она черным по белому написана, что это не запрещено. И если у вас есть возможность, силы спасти чью-то жизнь, я думаю, это сделать можно и даже необходимо. Ну что ж, Троица приближается. Да. Большой праздник. Да, да, вот как бы череда праздников, которая была. У нас Пасха, родительские дни Вознесения, икона Казанской Божьей Матери прибыла. И вот эта череда заканчивается вот этим праздником Святой Пятидесятницы, или как мы называем Троица, на Пятидесятый день после Пасхи Господь неспослал Духа Святаго, и именно этот день считается днем рождения Церкви. Ведь Церковь, если взять, это не здание, это не какие-то стены, это собрание верующих, это те люди, которые веруют в Бога и вместе собираются. Вот это и есть Церковь. И вот в этот день, а День Пятидесятницы всегда праздновали в Иерусалиме, потому что это ветхозаветный праздник, и до сих пор в этот день все иудеи, которые живут рассеянно, приезжают в Иерусалим. И там также было очень много народу, и вот сошел Дух Святой на тех 12 апостолов, которые были простыми людьми, рыбаками, которые не могли двух слов связать. И тут эти люди начинают говорить на иных языках, начинают говорить о Слове Божьем, начинают проповедовать на иных языках. И те иудеи, которые приехали, допустим, из Англии и понимают по-английски, они говорят, да, он говорит на нашем втором языке, на английском. Там немцы говорят, он говорит и на немецком и прочее. Как это так? И ведь мы знаем, что вы простые рыбаки, вы нигде не учились. И те говорят, верую в Господа нашего Иисуса Христа. И многие люди захотели в этот день также креститься, и были крещены больше трех тысяч человек. И именно вот это является днем рождения церкви, днем рождения нашей православной церкви. В этот день в храме будут особенные коленопреклонные молитвы. Впервые после Пасхи мы встаем на молитвы, где читаются особенные молитвы, где просим о всех и всях, о всех тех потребностях, нуждах, о всех тех людях, которые были до нас, наших родных и близких, может быть, незнакомых нам, где молятся о том, чтобы Господь простил и помиловал, о том, чтобы он не извел из ада, а поселил в раю. И вот в конце службы это будет, будет очень душно, трудно, тяжело, впервые встали на колени, а нет ничего труднее и сложнее, чем помолиться. Потому что враг будет отвлекать, будет трудно стоять. Стоишь-то всего-то каких-то 3-5 минут, но это такая вот вечность, что кажется, что нужно вскатичить, и не терпит человек вот этого всего. И вот существует такое поверье, что если вы в этот день все, что не попросите, если вам это полезно, Господь вам это не спошлет. Поэтому в момент этих молитв нужно, конечно, слушать их и попросить о своем сокровенном, попросить сосредоточенно. И тогда в течение года Господь обязательно, если это вам полезно для вашей души, для вашего спасения, обязательно даст. Но денег же не просят. Денег не просят, да, и даст просто так, и Господь всегда дает просто так. Он дает, может быть, иногда взаймы, что это означает. Я не заслужил этой благодати, этой милости, а Господь мне дает так, чтобы я, получив ее, в дальнейшем стал добрее, и сделал то доброе, светлое, что от меня Господь ждет. Ну, отец Александр, большое вам спасибо за разъяснение, и, конечно же, пожелание на предстоящий день, на всю рабочую неделю. Да, есть такое высказывание, оно очень такое правильное, ведь мы всегда чем-то недовольны, всегда к чему-то так вот нам, есть категория людей, которые всегда чем-то недовольны. И Господь, обращаясь к нам через святых угодников, вот там есть такие слова, цените то, что у вас есть. Если вы не будете ценить то, что у вас есть, Господь попустит так, что вы будете ценить то, что у вас уже было. Значит, этого уже не будет. Да, это было. Поэтому цените то, что есть. Каждый день, каждое мгновение, каждую такую вот радостную или не очень радостную вещь, но Господь дает нам это, и это нужно ценить, благодарить. Если это мы будем делать, тогда все будет хорошо, Господь даст еще больше. Если будем все время недовольны, Господь отымит то, что имеем, и будем жалеть, уже ценить то, что было. А ведь каких-то недовольных мы могут. Ну, мир такой. Храни Господь, с праздником приходите в храм, помолиться, троится единожды в году, когда еще будет, через год доживем или нет, там много всяких нюансов, поэтому есть возможность приходить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова